Сейчас в Государственном архиве полным ходом идет оцифровка. С помощью специального аппарата документы сканируют на электронный носитель. Электронные копии и цифровые экземпляры нужны для того, чтобы не выдавать оригинал документа на руки. Ведь в архиве хранятся и очень старые документы. Если ими часто пользоваться, они просто придут в негодность. Так, например, на сегодняшний день нижний порог документов здесь – 1380 год, то есть 14 век. Отдельными страницами. И вот так это происходит. Укладываем, чтобы было ровно и читаемо. Выравниваем стекло, рамочку, чтобы было все красиво и ровно. Вообще в день у нас 250 страниц нам необходимо сделать. Если книги поровнее страницы, то можно сделать побольше. Самое главное в этом оборудовании, что книгу, оцифровывая, можно не расшивать. Ведь если она расшивается, а потом обратно сшивается, это уже новодел. У нас очень серьезные люльки. Люлька – это та платформа, которая опускается вниз, чтобы книга легла. А самое уникальное в этом оборудовании, что они заглядывают внутрь и снимают страницу. Несмотря на то, что она лежит под углом, на самом компьютере, на мониторе, она плоская. Мы эту страницу, девочки вот сейчас работают, потом они эту страницу обрабатывают. У нас есть специальные люди, которые смотрят. И потом это все помещается на сервер. На сервере можно хранить многие годы. Это можно распечатывать, это можно отдавать в читальный зал. Есть в государственном архиве и специальная реставрационная лаборатория, которую сами работники нередко называют архивной мастерской. Обычно в региональных архивах редко реставрируют документы. Однако здесь процесс отлажен. Мы реставрируем. То есть прежде чем их оцифровать, вы понимаете, что они древние, даже не древние, а может быть начало 20 века, тем не менее, они очень, я бы сказала, исчезающие чернила, плохо пропечатаны, даже уже на печатных машинках. Мы их сначала приводим в соответствие. Оборванные края, ну и так далее. И кроме этого у нас там есть так называемая лаборатория микрофильмирования. Вот эта лаборатория – это вечное хранение. На сегодняшний день в этой лаборатории мы можем делать на пленочном носителе копии документов, то есть сканы документов, которые размещаются на пленке. Ну, пленка типа диафильма. Только они бывают двух видов. Один – так называемый фонд пользования, то есть в позитиве. А второй – фонд, который называется страхование. Так вот этот фонд страхования – это негатив, который хранится в определенных условиях, в темном помещении при определенной влажности. Вот это может храниться вечно. Для распространения ретроспективной информации в Государственном архиве Рязанской области создали свой издательский центр. Например, эту книгу «Воспоминания рязанцев о Великой Отечественной войне» создавали здесь, а затем 400 экземпляров разослали авторам в архивную службу наличное хранение и в образовательные учреждения, школы и техникумы. Проект Государственного архива будет продолжен. Уже закупается информационная система, ее модифицируют и благодаря ей будет налажено взаимодействие всех архивных служб области. Уже сейчас известно, как она будет называться и Единая государственная информационная система – архивное наследие Рязанской области. Олеся Котровская, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова